Я хотел бы передать слово Владимиру Туркину, представляющему компанию Бинолоджи. Владимир, вы на связи? Добрый день, уважаемые коллеги и слушатели. Владимир, добрый день. Я знаю, что вы производите умные контейнеры. Расскажите, пожалуйста, как они работают и в чем их экологический эффект. Нужны ли они сейчас на самых ранних стадиях развития раздельного сбора, который, как я понимаю, сейчас Москва и Московская область осваивают? Вам слово. Так, ну я начну, пожалуй, свою презентацию. Проведу презентацию, потом отвечу на любые вопросы, которые возникнут. Действительно, мы производим умные контейнеры и не только. Летом уже этого года мы выпустим умные датчики для тех неумных контейнеров, которые сейчас стоят в жилищно-коммунальной сфере. Соответственно, они тоже станут умными. Соответственно, начнем. Хотел бы рассказать. Так, сейчас полноэкранный режим попробую сделать. Да, отлично. Почему компания называется Binology? Bin – это корзина, Ology – это наука. То есть, и компания является инженерно-технологическая компания. Мы не только разработали умные контейнеры, которые прессуют отходы, показывают процент заполнения мусора, либо вторичного сырья внутри них, оборудованные дополнительными датчиками температуры, давления, качества воздуха. То есть, это технология для умных городов. Мы также создали инновационную технологическую платформу, которая позволяет этим всем управлять. Соответственно, то есть, что мы хотим вообще глобально добиться? Мы хотим добиться улучшения экологической ситуации в мире и внедрения современных цифровых технологий в целях достижения прозрачности, о которой сегодня вот уже звучала некоторая информация, и оптимизации процесса сбора, контроля, вывоза отходов и вторичного сырья. То есть, это глобальная цель, которая позволяет нашими решениями решить экологические ситуации во многих странах мира. В первую очередь, важно отметить, что в местах общественного пользования у нас отходы, которые мы понимаем, что это отходы, на самом деле это не отходы. Там содержание вторичного сырья доходит до 90% в отличие от обычной средней морфологии в той же самой России. Поэтому технология позволяет максимально экономить те затраты, которые существуют, а также извлекать из потока отходов максимальное количество вторичного сырья, которое возникает. Итак, предпосылки развития рынка технологий в сфере обращения с отходами для умных технологий. То есть, рост населения земли, высокие темпы уборнизации, увеличение объема производимых людьми твердых коммунальных отходов на 70% уже к 2050 году, растущий дефицит земли для захоронения отходов в городских агломерациях, необходимость выполнения регуляторных нормативов и реализации государственных программ в сфере переработки отходов, ну и, безусловно, цифровая трансформация экономики. Итак, что позволяет сделать технология? Ну, то есть все знакомы с раздельным сбором отходов, а когда для раздельного сбора отходов используются в том числе цифровые технологии, то есть, которые оборудованы процентом заполнения, это позволяет в масштабах города сэкономить до 90% текущих затрат города, плюс, даже учитывая вовлеченность населения, сразу на входе получить по технологии от 50% на входе вторичного сырья, а сегодня уже звучало, что в национальном проекте «Экология» звучит коэффициент 36, а здесь уже, используя эту технологию, мы можем получить от 50%, и со временем это дойдет до 90%. Оставшиеся отходы при этом можно спрессовать, таким образом уменьшить свои затраты на текущие отходы, на текущий вывоз и сбор текущих отходов. Ну, все видим, что в Европе в общественных местах сортируется около 60%, в России данный показатель пока отставляет желать лучшего, это около 3%. А вообще, если взять в среднем до 70% вторичного сырья, который там образуется различными технологиями, там мусоросортировочными комплексами можно извлекать максимум автоматическими, о которых сегодня звучала, но не прозвучала конкретная цифра, 25%. А наши технологии от 50% и выше. Итак, какие рыночные тенденции существуют сейчас во всем мире? То есть рыночная тенденция, то есть объем рынков, который измеряется миллиардами долларов США. То есть это умное управление твердыми коммунальными отходами, соответственно, это умные города, это умное внедрение интернета вещей в сфере жилищно-коммунальных хозяйств. Мы видим, что рынки просто мировые, они громадные, измеряются миллиардами долларов США. При этом, если посмотрим, к 2025 году умное управление твердыми коммунальными отходами, по оценкам различных рейтинговых агентств, планируют увеличение рынка еще в несколько раз. То есть будет большой рост. Замечу, что технологии компании напрямую относятся к сектору умного управления твердыми коммунальными отходами, а если взять именно технологическую составляющую, это рынок интернета вещей. Итак, вообще формируется ситуация во всем мире, то есть интернета, умных контейнеров, а также тех контейнеров, которые установлены с помощью датчиках и тоже можно сделать умными. И мы видим, что рост этого рынка к 2023 году планируется практически в 4 раза. Сегодня звучали уже цифры, я их еще раз повторю, соответственно, что в России в год образуется твердых коммунальных отходов около 70 миллионов тонн, лишь только 5% из них идет на переработку в виде вторичного сырья, все остальное складируется на полигонах либо сжигается. А в мире ежегодно образуется более 2 миллиардов тонн твердых коммунальных отходов. Если взять целиком ситуацию сейчас, то в масштабах мирового рынка не создан ни одного технологического бренда, который бы дал максимальное количество технологий для умного управления отходами. Но уже появляются компании, которые могут занять эту нишу. Итак, какие проблемы в местах общественного пользования вообще у нас существуют с отходами? То есть, ну, все видели, что часто, когда проходим мусорные корзины около остановки либо выхода метрополитена, часто они переполнены. Видели птиц, грызунов, которые даже вот ветер разносит отходы. Мы понимаем, что когда ситуация машины сбора ездит в места для сбора этого мусора и не контролирует ситуацию, насколько процентов урны, грубо говоря, заполнены, то получается, что большое количество денег тратится впустую. По той простой причине, что контролируя ситуацию и понимая процент заполняемости, требуется в пять раз меньше машин, требуется в пять раз меньше сотрудников, в пять раз меньше накладных расходов, которые существуют. Безусловно, это устаревший непрезентабельный вид большинства урн и непрозначность системы контроля вывоза отходов. То есть сейчас у нас есть контроль перемещения мусоровозов, есть контроль поступления на полигоны, то есть там происходят завесы отходов, и последняя часть, которую осталось взять под контроль, это места образования отходов, то есть там, где они образуются, и тогда система полностью замкнется. Итак, что разрабатывает наша компания? То есть сердцем разработки является облачно-программное обеспечение, Smart City Management, которое позволяет контролировать контейнеры в режиме реального времени. Это процент заполняемости, это частота сборов, это различного вида отчеты, это также умные решения для умных городов, датчики температуры, давления, качество воздуха, окружающей среды. Безусловно, к этой системе мы еще разработали умные контейнеры, которые бывают как одинарные для обычных видов твердых коммунальных отходов, так же и для различных видов вторичного сырья. Причем мы разработали решение таким образом, чтобы количество сателлитов для вторичного сырья было неограничено, то есть можно поставить и 3, 4, 5 видов для сбора различного вида вторичного сырья. И, безусловно... Владимир, извините, пожалуйста, я попрошу у вас еще минутку на презентацию, затем у нас есть вопросы от слушателей и зрителей, хотелось бы на них... Да, отвечу обязательно, да. Мобильное приложение в том числе для водителей мусоровозов, которые непосредственно занимаются сбором. Что это такое? Что наша система позволяет построить? Это единая система управления отходами для умного города. То есть это умные контейнеры, умные датчики для жилищно-коммунального хозяйства, это сердце, о котором я сказал, а также технология для мусоровозов, которая позволяет в режиме реального времени контролировать маршрут и собирать. Итак, из чего состоит у нас умный контейнер? То есть пресс-компактор сжимает отходы в зависимости от морфологии от 4 до 8 раз. Встроенные системы, датчики, о которых я говорил, безусловно, сделано антивандальное исполнение. Это закрытая конструкция, которая позволяет исключить доступ животных к отходам и вторичному сырью, которые находятся внутри. Это система Clean Hand, которая позволяет в режиме текущей ситуации с коронавирусом, людям выбрасывать отходы, не касаясь в том числе мусорного бака. Это дополнительная возможность установки рекламных поверхностей. Плюс, заметим, что система работает автономно от солнечной батареи. Сенсоры Binology, я уже сказал, что летом этого года на базе программного обеспечения выйдут сенсоры Binology. Они будут останавливаться в контейнерах региональных операторов 1100 литров, 8 метров кубических и точно так же присылать все данные в оператору о заполненности данных контейнеров и позволят региональным операторам и участникам рынка сэкономить до 40-50% от текущих затрат. Срок автономной работы данного датчика планируется 5 лет. Программное обеспечение я кратко уже рассказал. Целевые сегменты и места для размещения. То есть, это основная масса мест размещения. Это остановки общественного транспорта, станции метро, улицы с большим пешеходным трафиком. Это парковые зоны, скверы. Это автозаправочные станции, учебные заведения, медицинские учреждения, бизнес-центры, а также жилые комплексы. Ну и, безусловно, транспортные хабы, аэропорты, железнодорожный вокзал. Также умный контейнер, он оборудован дополнительными различными рекламными панелями, как удобными для профессиональных игроков рынка, такие как РусАутдор, других компаний, также и просто под стандартную обклейку. И замечу, что данный формат, он позволяет в том числе получить дополнительный доход от технологии до 30% дополнительных денег, в тех же самых местах общественного пользования, где большой пешеходный трафик, и где компаниям, которые размещают рекламу, они могут разместить свою рекламу практически на 40% ниже стоимости рынка, при этом не теряя тот трафик, на который они ориентированы. Владимир, большое спасибо. Извините, я должен вас здесь прервать, потому что, с одной стороны, у нас есть еще спикеры, а с другой стороны, слушатели и зрители стучатся к нам с вопросами, и поэтому я хотел бы, собственно, вот один из них, наверное, самый острый, адресовать вам. Слушатель Сергей Егоров нам написал, если до сих пор мы не знаем, куда направить две трети никому не нужных объемов ТБО, в частности, кухонная органика, многослойная упаковка и так далее, что вы собираетесь отыпровывать. Звучит как пустой термин, собственно, негодует Сергей Егоров. Первый момент. Как бы вы ответили на такой вопрос. Действительно проблема в том, что мы две трети никому не нужных отходов не знаем, куда деть. Ну, смотри, я еще раз говорю следующую вещь, что если мы берем стандартную морфологию твердокоммунальных отходов в той же самой России, то в составе ТКО 45% находится вторичного сырья, который можно отсортировать. Любые мусоросортировочные комплексы, даже самые современные, не позволяют отсортировать и 25%. Причем отсортировать 25% это не означает продать. То есть продать они смогут 17-18% это верхний потолок того, что дают альтернативные технологии. Наша технология, она позволяет, поставив ее в местах общественного пользования, сразу оцифровать объем образуемых отходов и вторичного сырья. То есть из вторичного сырья мы сразу, благодаря технологии Бинологи, можем отсортировать от 50% до 90% вторичного сырья, потому что морфология в местах общественного пользования, она другая. Там вторичное сырье, там отходов практически нет. Там в основном вторичное сырье. Это алюминиевая банка, это PET-бутылка, это бумажные стаканчики из-под кофе, это обычные бутылки стеклянные. Это все деньги. И при этом, при всем, когда современная технология, которая показывает, насколько процентов заполнено, нам для обслуживания этой технологии требуется в 5 раз меньше мусоровозов, которые собирают. Сырье является чистым, которое образуется и достается сразу на входе, не попадая, еще не перемешиваясь на мусоросортировочных комплексах, с землей, с органикой, с песком, который образуется. Что это дает? Это дает более короткие технологии, более качественный выход вторичного сырья и плюс незахламление наших полигонов как раз на те 90%, которые сейчас захороняются на полигонах. Это позволяет изменить ситуацию целиком глобально. И отвечу вот для этого пользователя еще следующая вещь. То есть наша технология является, она, конечно, инновационная для России, но она не является инновационной для всего мира. Сейчас в мире уже установлено подобных технологий около 70 тысяч контейнеров по всему миру, которые работают эффективно для городов, в которых они поставились, они дали экономию до 80% от текущих бюджетов, которые до этого тратились на сбор и управление отходами. Вот что дает наша технология. Она меняет... Да, Владимир, спасибо огромное и очень надеюсь в самое ближайшее время повсюду встречать ваши умные контейнеры, потому что действительно презентацию, которую вы сделали, она производит глубокое впечатление. И пока есть такой, на взгляд потребителя, много футуризма в ней. Я очень надеюсь на то, что, собственно, это станет реальностью в самые-самые ближайшие время. Тогда слово Владимиру Туркину, компании B-Nology. Владимир, ваш взгляд на приоритетность? На приоритетность? Ну, в первую очередь, очень рад действительно сильный состав. Компаниям и разработчикам не боятся внедрять и развивать свои технологии, не обязательно только в масштабах российского рынка. Безусловно, потенциальным клиентам просто брать, использовать данные технологии, пилотироваться, смотреть на экономические эффекты и про достижение экономического эффекта максимально внедрять максимально эффективные технологии. Это даст максимальный рост рынка целиком, всему. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...